Добрый день! В прямом эфире программа Вести Ульяновская. Вот что вы увидите в выпуске. И любимое дело продолжают, и деньги зарабатывают. Людям мы продаем хороших бройлеров, цеплят. В обраковку приходится оставлять себе, потому что успеем продавать маленьких. Ульяновские фермеры активно пользуются социальными контрактами. Добро пожаловать в СУЗы. Мы единственные в регионе, кто готовит по этой специальности. В России мы девятые, поэтому я надеюсь, что мы группу наберем достойных ребят. Техникум стартовала приемная компания. Не мусор, а элемент творчества. Они не подлежат запасу хранения, какой-то переработке запаса, как многие виды пластика. Поэтому только и остается, что делать из них какие-то произведения искусства. Ульяновские экологи привлекли внимание к проблеме загрязнения окружающей среды. В Димитровграде накануне в пожаре погиб ребенок. За расследование обстоятельств уже взялись сотрудники прокуратуры. Установлено, что ребенок в момент трагедии совместно с младшим братом находился без родительского попечения. Данная семья состоит на учете, как находящаяся в социально опасном положении, поскольку мать и отец указанных детей злоупотребляют спиртным. По предварительной информации, причиной смерти малолетнего явилось отравление продуктами горения вследствие пожара в сарае. В связи с произошедшим прокуратура города Димитровграда Ульяновской области проверяет деятельность органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несочнолетних, а также выясняет условия и обстоятельства, способствующие несчастному случаю. Труд на земле как способ заработка и возможность начать новую жизнь. В регионе продолжается программа социальных контрактов. За пять лет помощь получили свыше 10 тысяч наших земляков. Деньги люди направляют на развитие животноводства, растеневодства и пчеловодства. Съемочная группа вестей побывала в Сурском районе и своими глазами увидела, как масштабный проект реализуется там. Их сородичи, как известно, Рим спасли. А семью Прокудиных эти птицы вырвали из шумной городской суеты. История жизни на селе для Андрея и его родных началась 4 года назад. С гусей. Свой первый социальный контракт Прокудины потратили на покупку 100 штук маточного поголовья. Спустя два года количество птиц заметно увеличилось. А потом взялись за выведение цыплят, обычных и бройлеров. Полученные по соцконтракту 50 тысяч пошли на покупку инкубатора на 3000 яиц. Все показатели настраиваются автоматически. На графике уровень влажности необходимый температурный режим с точностью до 1 десятой. Приходим к тому, что именно содержание, ну не сказать, как на фабрике, потому что у нас способ кормления другой. Но ближе к этому. Экономим место, время, соответственно, и деньги. Но не экономят на качестве. Не избалованные сверхдоходами молодые фермеры дорожат своими клиентами. Корма и рецептуру заготавливают сами. На выходе экологически чистый продукт. В реализации помогают друзья из местного казачества. Старое доброе сарафанное радио разносит слух о продукции по всем знакомым. Вот здесь у нас бройлеры, выбраковка. Людям мы продаем хороших бройлеров, цыплят. Выбраковку приходится оставлять себе, потому что стыдно продавать маленькие. Чтобы все успеть, молодая хозяйка поднимается ни свет ни заря. В 6 утра радостным писком ее уже встречают обитатели местных клеток. На регулярное кормление и чистка уходит минимум по 2 часа. После этого работа на участке. Огород очень много выручает. Мы ничего не покупаем, ни овощей никаких, ничего. Нас полностью кормит огород. Мясо мы тоже уже 2 года, мы ничего не покупаем вообще. То есть это огромнейший плюс. Кроме прокуденных, плюсы социального проекта ощутили и другие начинающие фермеры. С начала этого года уже заключено 515 государственных соцконтрактов. В 2019-м найти цель из-за региональной казны направят без малого 70 миллионов рублей. Многие говорят, вот даже местные жители, что на селе нет работы. Работы полно. Вы сами прекрасно видите, как зарастает деревня. То есть это все можно использовать. Это просто корм. Приезжай, занимайся. Государство очень хорошо помогает. В рамках и соцконтракта предлагают и гранты. То есть можно этим заниматься и нужно этим заниматься. Собраться вот так вот за одним столом у них получается редко. С утра до вечера у каждого свои хлопоты. Пока в активную работу не вовлечен только самый младший из троих сыновей. Сейчас под уютным кровом семьи прокуденных тепло не только людям. Свить гнездо на этом месте спешат птицы и звери со всей округи. Ведь, как известно, не стоит село без праведника и не стоит ни один дом без прочного фундамента и общего семейного дела. Павел Игнатьев, Сергей Свешников. Весть Ульяновска, села Гулюшево. Сурский район. Здание Дома культуры в селе Солдатское Тошла Теренгульского района было построено в 1973 году. Кирпичная двухэтажная площадью около тысячи квадратных метров. Там разместились различные творческие взрослые и детские коллективы, а также тренажерка и библиотека. Десять лет назад здание было отремонтировано капитально. Установлены пластиковые окна, обшит фасад, обновлено крыльцо, выполнена внутренняя отделка помещений. А сейчас на этот дом культуры область дополнительно выделяет 2 миллиона 200 тысяч рублей. Плюс софинансирование района. Это еще около 500 тысяч. На что направят средства стало известно во время рабочей поездки губернатора Ульяновской области Сергея Морозова. Дополнительное финансирование из регионального бюджета направлено именно на поддержку сельских территорий. Средства потратят не только на реконструкцию домов культуры. Два с половиной миллиона рублей на ремонтные работы. Мы уже есть в реестре дополнительных расходов. В понедельник мы будем на комитете по бюджету экономической политики рассматривать этот вопрос. И выносить уже на заседание законодательства собрания. Кроме того, были рассмотрены вопросы ремонта сельских школ. Это замена окон Чуфарова, Вишкамского района. И Каргинская сельская школа, тоже Вишкамский район. То есть эти два объекта еще 5 миллионов рублей. А в этом году для клуба в селе Солдатская Тошла также приобретут музыкальное оборудование в рамках проекта «Местный дом культуры». В 2020-м здесь планируют частично сделать косметику. А еще оборудовать спортзал под балетно-хореографический класс. Пока в университетах приемная кампания близится к логическому завершению, техникумы продолжают прием документов. В этом году выделено почти 4000 бюджетных мест. Речь идет как о подготовке квалифицированных рабочих кадров, так и о специалистах среднего звена. Традиционно конкурс высокий, отмечает Министерство образования. Особой популярностью пользуются педагогические и медицинские направления. Вырос конкурс в авиационный, в Ульяновской авиационной площадке, в Межрегиональном центре компетенции. Там, как вы знаете, открыты новые мастерские, оснащенные по самым современным требованиям, не только российским, но и международным. Поэтому конкурс там, конечно же, вырос, и нас это радует. Приемная кампания в Сузах началась еще 1 июня. Многие ребята принципиально выбирают техникумы. Там можно получить прикладные навыки, а после поступить в УЗ на сокращенную программу обучения. Кроме того, в Ульяновских Сузах встречаются действительно редкие направления. Хороший пример – техникум питания и торговли. Решила поступить в этот техникум на товароведение и экспертиза, так как это единственный техникум с такой специальностью, и она востребована в нашем городе. Время вносит свои коррективы на рынке труда. В некоторых Сузах добавлены новые направления. В техникуме железнодорожного транспорта студентов будут обучать по специальности управления многоквартирными домами. До окончания приемной кампании остался месяц, но план уже выполнен практически на 100%. Мы единственные в регионе, кто готовит по этой специальности. В России мы девятые. Поэтому я надеюсь, что мы группу наберем достойных ребят, потому что проблема многоквартирных домов стоит очень остро. Не только в нашем регионе, а в России в целом. Прием документов техникуму завершат 15 августа. Впрочем, для тех, кто не успеет или передумает идти в 10 класс, есть хорошие новости. При наличии бюджетных мест прием может осуществляться до 25 ноября. Старые игрушки, пластиковые трубки и DVD-диски – это не мусор, а оригинальный материал для творчества. Экоактивисты Ульяновска на территории креативного пространства «Квартал» начали создавать объект арт-цайклинга. Арт-цайклинг – новое направление в искусстве, которое не только показывает, как можно использовать, казалось бы, уже бесполезную вещь, но и поднимает важные экологические вопросы. Все эти вещи потенциально приносят вред природе, планете. То есть они не подлежат безопасному захоронению или какой-то переработке безопасной, как многие виды пластика. Поэтому только и остается, что делать из них какие-то произведения искусства. Процесс создания хоть и трудоемкий, но и интересный, признаются творцы. Все начиналось просто с вкрученных каркасов. Теперь мы облепливаем их игрушками. Так как они засыхают долго, за один день это не сделать. Весь мусор для создания собирали сами активисты. Для многих ульяновцев забота об окружающей среде стала поводом для знакомств. Часть из них даже создали свои эко-команды. У меня есть команда, она называется «Экожители и маленькая сырая сепуха». Мы сортируем мусор, мы занимаемся Zero West, это ноль отходов. Мы хотим, чтобы наша экология была немного чище от мусора. Также в рамках экологического марафона 21 июля в квартале состоится акция «Вторсырье на благотворительность». С 12 часов дня все желающие смогут принести свой отсортированный мусор. Принимать будут пластик, стекло, ветошь и жесть. Все собранные средства будут направлены на благотворительность. Елена Тимонина, Виктор Меркулов, Елена Воденихина, Герман Баранов, Вести, Ульяновск. Завтра, 20 июля, во всем мире отметят Международный день шахмат. Этому празднику уже 53 года. В честь праздника во Дворце творчества детей и молодежи стартовали областные соревнования по шахматам. В рамках реализации национального проекта «Спорт – норма жизни» и популяризация шахмат вышла на новый уровень. На сегодняшний день в регионе функционируют 42 шахматных клуба. Шахматные секции открыты на базе общеобразовательных школ. Участниками шахматных клубов являются свыше полутора тысяч взрослых и детей. Я занимаюсь шахматами 4 года. Они мне нравятся, потому что они развивают память, логическое мышление и очень много качеств. У нас и в общеобразовательных школах, и в центрах творчества, и в наших спортивных школах шахматы успешно развиваются. Кроме того, сейчас мы работаем над темой город Ульяновск, о том, чтобы создать условия для развития шахмат и на любых даже дворовых площадках. Хороший пример – соборная площадь с ростовыми шахматами и шашками. Ежедневно любители шахмат собираются на этой площадке, чтобы провести свой досуг за любимой игрой. Повсеместное развитие шахматного спорта приводит к взращиванию нового поколения чемпионов, уверены в администрации города. У нас есть хорошие примеры в городе Ульяновске о том, что 9-летние наши спортсмены становятся чемпионами России. Так мы знаем нашу именитую спортсменку, маленькую девочку, которой в прошлом году исполнилось 9 лет. Это Валерия Клейменова, которая стала чемпионкой России по шахматам. А после того, как завершатся соревнования по шахматам среди детей и молодежи, стартует турнир среди ветеранов по быстрым шахматам, также посвященный Международному дню шахмат. Он состоится 20 июля на базе клуба «Дебют» по адресу улица Марата, дом 9. А на этом наш выпуск завершен. Я благодарю вас за внимание. Далее авторская программа Бориса Корчевникова «Судьба человека. Вести Ульяновского» идут в эфир в 14.25. До встречи. Это супруга, которая вдруг осознала, что все выходные без сериалов, потому что муж забыл, что на даче нет цифрового ТВ. А это грустная очень девица, которая долго будет на папу сердиться за то, что на даче нет цифрового ТВ. А это сын, смотревший футбол без конца, который теперь ругает отца за то, что на даче нет цифрового ТВ. А это глава семейства с рассадой, кусающие локти с досадой. Ведь как просто все сделать заранее, чтобы было на даче цифровое ТВ. Сейчас в Ульяновске 24 градуса тепла. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 70%. Ветер западный 3 метра в секунду. Продолжение следует...